У меня есть всего лишь несколько минут, и у меня есть кое-что очень важное для вас сказать. Несколько лет назад, не раньше, сейчас, на сегодняшний день, я зарабатываю больше миллиона долларов в год. Очень близко к миллиону евро. Мои клиенты находятся на сегодняшний день в 60 странах. Вживую я выступил в 19 странах на трех континентах. Но так было не всегда. В 2004 году я попал в свою компанию сетевого маркетинга. И я подумал, вот она, свобода. Первое, что я решил делать, это спать до 11 утра. Второе, я сказал, теперь я сам решаю, с кем я буду встречаться, а с кем нет. И третье, я решил, что я достоин жить богатой жизнью. Поэтому я просыпался в 11 утра. Завтракал. Почем коллази. Примерно в два часа дня я доставал свою записную книжку со списком контактов. Договаривался на одну встречу вечером. Одну встречу. Которая не всегда происходила в этот день. А в 6-7 или максимум в 8 часов вечера я отправлялся как успешный предприниматель в кино. Покупал большой бокал пива и ведро попкорна. И я иду с добрызимым предпринимателем в бар. И мне принято с белым бокалом пива и попкорна. И через полгода я не мог понять, почему у меня на счету не прибавляются деньги, а только заканчиваются, заканчиваются и уходят в минус. У меня даже возникла мысль, наверное, этот бизнес не для меня. Я даже начал думать о том, чтобы вернуться снова в корпоративный мир, где я очень хорошо жил и зарабатывал. И в этот момент мне повстречалась формула, которая полностью изменила мою жизнь. Хотите знать эту формулу? Хотите знать эту формулу? Да. Один мой коуч. Теперь мой друг и партнер по бизнесу из Калифорнии, из Сан-Диего. По имени Джим Банч. Поделился со мной этим тем, чему его когда-то научил отец лайфхоучинга, Томас Ленар. И Томас сказал, «Я много лет наблюдал за супер успешными людьми». И то, что я обнаружил, что успех в жизни и бизнесе зависит от трех компонентов, каждый из которых имеет свой удельный вес. Я хочу вам их сейчас показать. Хотите? Хорошо. 10% плюс 40% плюс 50% дают 100% успеха. 10% это то, где большинство людей совершает, имеет самое большое заблуждение. 10% это место, где люди с confони. Многим кажется, что знания, навыки, умения, дипломы, сертификаты, тренинги, книги это то, что приведет к успеху. Но на самом деле знания это всего лишь 10% в формуле успеха. И если бы это было не так, то кто тогда должны бы быть самые успешные, самые богатые люди. профессора, преподаватели, ученые и библиотекари. Но это далеко не так, потому что знания это всего лишь 10%. Есть еще 90%, 40% и 50%. И человек не сможет создать качественную новую жизнь если он начнет осознанно думать об этих 90%. 40% это образ мышления. Это то, что я думаю о себе, о других людях, о мире вокруг, о своем месте в этом мире. Это то, что я думаю по поводу своего успеха, своих неудач, своего поражения. Смотрите, каждому уровню успеха в жизни соответствует определенный образ мышления. Человек, который зарабатывает 10 тысяч евро в месяц имеет образ мышления отличный от того, кто зарабатывает тысячу евро в месяц. и уж тем более от того, кто тысячу зарабатывает в месяц. и вы слышали о том, как миллионеры терпели банкротство. и сколько им, как правило, нужно времени, чтобы вернуть назад все свои состояния и даже стать еще более успешным. Часто это дело всего лишь одного года. Почему? Потому что у них в голове другие уже работают программы, другой образ мышления, другие убеждения. Кто хотел бы знать самый простой способ перенять образ мышления у тех, кто уже находится там, где хотели бы быть вы? И вы хотели бы говорить у них у них есть эти 50%? Это наше окружение. Jim Rohn, выдающийся бизнес-философ современности, бизнес-философ бизнес-философ грязи. Дискер вы это среднее арифметическое тех пяти человек, которыми себя окружаете. Харв Эйкер, выдающийся философ финансово мышления. Харв Эйкер, философ famoso философ финансы. Говорит ваш доход равен среднему арифметическому тех пяти человек с которыми проводите больше всего времени. Ста дикендо che выдающийся 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 из-за мирового или выдающийся . А мой друг Джейм Банч который рассказал мне эту формулу и мой диким Банч который рассказал мне эту формулу сказал окружите себя лучшими из лучших и вы достигните результатов лучших из лучших. Он сказал ты сказал про миллионы лучшие и когда я это понял когда до меня эта простая формула дошла я избавился от всех тех кто не поддерживал не понимал меня и не видел меня там на следующей ступени моего успеха. Я не смог избавиться от своих родственников. Но теперь я понимал что я буду с ними проводить время ограничено. Я не могу в этом мире все заразно. Успех и неудача. Оптимизм и пессимизм. И когда в нашем окружении появляется пессимист человек который не верит нас хотим мы этого или не хотим мы цепляем этот вирус. И когда в нашу área arriva одна человек мы хотим или не хотим мы можем взять этот вирус от этой человек и поэтому я принял решение. И поэтому я решил искать тех людей которые уже находятся на несколько уровней выше меня. я понимал что мое образ мышления теперь меняется. Вчера в позавчера в одной американской книге современной книге о новых методах продаж я нашел очень важную мысль. автор предложил нам автор предлагает читателю представить что его образ мышления это как некая облака которая находится вокруг его головы. и когда мы встречаемся с кем-то и начинаем какой-то контакт в любой это в житейские темы или это бизнес-встреча или это встреча с полицаем эти два облака сталкиваются и одно из них обязано победить. и тот человек который сильнее его облака побеждает и соответственно нагружает свой образ мышления. и может быть так что человек пессимист негативный может оказаться более сильным и он ваша облака ваша образ мышления проглотит. И может случиться так что у человека более пессимиста может на свою негативную манжать в какой-то вы даже если вы очень оттимисты. Поэтому мой принцип я окружаю себя только более успешными людьми. И я не знаю только с успешными потому что эти процессы поглощения происходят полностью бессознательно и мы их не можем контролировать. Но что мы можем контролировать это то куда мы свое тело в следующий раз приведем. И кто будут те люди с которыми мы завтра день или вечер вместе проведем. Самый простой способ перейти с точки где вы находите сейчас туда где вы хотите быть с и с правильными людьми себя окружить. Продолжение следует... Потому что перемены с вами, трансформации, происходят полностью неосознанно. Ваш образ мышления меняется. Вы обритаете те знания, которые нужны для успеха в жизни и бизнесе. И, конечно же, все результаты в вашей жизни меняются. Это все, что я хотел вам рассказать и чем хотел сегодня с вами поделиться. Спасибо. 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 Спасибо.